Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Долтком. Меня зовут Мария Андреева. И это своя кухня. И сегодня мы будем готовить вместе с Эйнтерсом Буслисом. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо за приглашение. Пришли вы к нам сегодня не с пустыми руками. У нас картофли есть чудесные. И красные, и белые. И вот можно вот так все. Ого! Господи! Все упало. Давайте ее будем использовать так, как задумано. Каков у нас план? Что мы с картошкой этой будем делать? Мы будем делать картофельные блинчики. Блинчики? Да. Это ваше любимое блюдо? Это то, что я вот 100% умею делать. И это вот нравится моей семье. Мне самому очень нравится. И я вкусно, очень вкусно. Ой, дранички. Супер. Дранички, да. И потом мы посмотрим, как я их ем. Тоже это определенным образом. Сметана, это все будет делаться руками. Начинаем с главного. Угу. Чистить картошку надо. Чистить картошку. Варианта два у нас. Ну, этот вариант, простите, это очень страшная вещь. Давайте будем делать так. Угу. Я сам брал, взял свою. Чистилка? Именно. Чистилку. Угу. Многие не умеют пользоваться. А я вот, видите, как. Я чищу ножом, как обычно. Вот я из тех, кто не умеет. Ну, так быстро не идет ножом, правильно? Я такой могу только морковку почистить. И, Тарас, я вас хотела спросить. Вы сейчас то в России, то в Латвии, то в Риге, то в Талсы. Правильно? Все набегло. Правильно. Стоп-далгопус, то рейзик. У вас еще и альбом новый вышел, правильно? Да, 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 да. Гравитация называется. Прям свежачок, прям новый-новый. Прям-прям-прям-прям-прям. И еще пока никто не слышал. В Латвии кто-то слышал, кто не слышал. Но кто прям связан с этим альбомом, конечно, слышал. Но я вот брату дал, да, маме, папе дал. Как прошел тест первый родственников? Ничего так, ничего так. Первый такой вообще тест. Тест был вот в презентации 25 октября. Ну, это сейчас прям. В большом концентром зале, в легендарном концертном зале Октябрьский, который в Санкт-Петербурге. Ну, там все на ура. Мы даже так удивились, что мы как гости, в принципе, можно сказать, что мы как гости приехали. И вот такой прием был. Ну, супер. Ну, мы там как гости себя вели. Так прилично. Все так без... Отдача получилась прекрасной. Отдача, отдача супер. Вы когда... Вот новая песня. Вот она записалась. Или какой-то вот... Или ее сыграть, петь. Вы кому даете послушать первому? Вы знаете... Ну, помимо там менеджеров и вот всех... Все люди, которые связаны с этой песней, все уже слышали. А те, кто не связаны? Вот именно слушатель не заинтересован. А вы знаете, я никому не даю. Мама, жена, нет? Ну, жене чуть-чуть даю. Чуть-чуть, да? Но тоже я знаю, что она занятый человек, что прислушиваться... Ну, там надо присесть, там надо... Подумать. Там надо подумать, там надо... Ну, мне хочется, чтобы человек углублялся чуть-чуть в эту песню. Чтобы не надо было слушать еще раз, еще раз, чтобы с первого раза он сразу понял, о чем речь там в этой песне. А моя жена очень занятый человек. Так что... Так что я... Я... Я ей говорю, что это... Ну, вышла новая песня, там... А, ну, вышла. А, ну, хорошо, да. Она... Ну, да, ну, потом я послушаю, потом послушаю. Да-да-да-да-да. Ну, и... И вот так вот я... Хоп-хоп-хоп. Не ориентируйся пока в этой кухне. Да, вот так в воде. Сейчас я... Да не вопрос. Хоп. Мария, ну вы что? Так. Все. Ну, все уже готово. Посмотри, как быстро, да? Да я вообще не успела даже понять, как первая почистилась, а тут уже все. Давай, давай тебе вот, пожалуйста, вот сделай. Конечно. Сейчас я буду рыдать. Плач, Мария. Просто Мария. Акипельдора, акипельдора. Ну, все. Акипельдора, акипельдора. Акипельдора, акипельдора, акипельдора. Ну, Мария, какие вы хотите блинчики? Вот такие вот с большими кусочками или с маленькими? Да, нет, с большими. С большими, да. А вы какие любите больше? С маленькими? Ну, как девушки хотят, так я и делаю. А можно же сделать половину так, половину так, и он будет как ежичками торчать такой. А вот давайте. Надо же думать про искусство тоже. Конечно, эстетику. Сразу будет красота. Конечно, конечно. Ну, вот послушайте, в Латвии вы давно звезда. Ну, это очевидный факт. Ну, что же вы? Ну, будем называть вещи своими именами, да. Но в России-то вы начинали почти как молодой, начинающий. То есть вас знали после новой волны, но все же не в таком объеме, как сейчас. А не трудно было начинать вот как быть молодым и восходящим, подающим надежды? Не, ну это, если вы про голос вообще, мне понравился вот этот, ну, вызов вообще. Это тоже, тоже какой-то довольно трудный конкурс, потому что все участники оказалось, как оказалось. Потом все участники, которые принимают в этом конкурсе свое участие, они все-таки, как бы телезритель не подумал, да, но все, они вот на процентов 95 какие-то профессионалы. То есть это не так все просто. Да, которые уже где-то поют, где-то уже вот, ну, профессионал это кто? Это тот человек, который делает какое-то свое дело, например, передача кухни, и что, и сидит на зарплате, и за это получает деньги, правильно? Правильно. Ну, они вот такие, эти все ребята, тоже, с которыми мы очень круто подружились, они тоже, ну, певцы все, и только этими занимаются. Так что, так что мы были на одном уровне. Ну, были, конечно, вот, отклонения, да, были, конечно, вот, пару людей, которые самородки, да. Так что, инь-янь, инь-янь. Ну, вот смотрите, сейчас у вас и презентация-то альбома была, и в целом наверняка много концертов, и гастроли были, и будут еще. Ну, вы себя вот почувствовали, что вы покорили огромную страну, что вас слушают и смотрят, поразительно огромное число людей. Вы знаете, еще работать, и работать, и работать, и работать, и еще пока ничего не покорено. Мы только, мы только, да, ну, вы, Мария, правильно сказали, но мы начинающие. Мы начинающие, и даже здесь мы начинающие еще, потому что в Латвии делать, и делать, и делать, и концерты делать, и делать. Потому что, в том же самом, если говорить по Латгалию, да, мы только в этом году первый раз сделали такой круг по Латгалии. Там были в Резахне, были в Далгопилсе, да. Как впечатление, кстати, понравилось? Супер, вообще, а вот, если говорить вот отдельно про Резахне и Далгопилс, да, совсем другая, совсем другие традиции, вот, слушать концерты, совсем другие, вот, как-то другие. Вот, я не знаю, вот, я не знаю, не знаю, чем отличается. Но мне кажется, что я сама из Латгалии, из Далгопилсе, но я, например, на концертах обычно, ты не сидишь, как бы, ты, скорее, такой прием оказываешь теплый, но хочется потанцевать, и как-то, вот, может быть. Да, 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 вы знаете, вот, разогреть, если, 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 если говорить про, про разогрев публики, тогда вот совсем, совсем было другая. Разогрев, публика в Далгопилсе чуть-чуть быстрее разогревается, в Резахне чуть-чуть позднее все. Но вам понравилось, впечатление хорошее осталось? Ну, вы что, мы потом поехали в Далгопилс, потом на концерт Хадовой, вы знаете, такие, а, ну, вы же не знаете Марии, с имперментой Марии. Мы специально приехали в Далгопилс на этот концерт, оставались, а, кстати, там был очень хороший случай, там, в Далгопилсе, мы поехали с друзьями, в Далгопилсе, ну, и, ну, с женой, и вот еще с одной парочкой, приехали чисто, ну, на отдых, будем откровенно говорить. Ну, давай, Далгопилс, давай возьмем, там, лакшери давай, чтобы было, там, там, луксус. Ты здесь даже еще приехала, правильно? Нет, ну, мы там, мы там выбрали, так, он, ай, как, вилла, эээ, Ксения? Да, 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 ну, мы там приехали, да, вилла Ксения, там, о, самый козырный какой-то отель, вы знаете, вот, давай возьмем этот луксус номер, там, с тремя комнатами, там, ванна такая большая, давай, все, берем, все, там, давай, брекфест. Там, там, снаружи, там, внутри, там, все, как надо, вы знаете, вот, вы, Лаксения, еще раз повторю, ну, поставьте, пожалуйста, в кадр, это было так, так круто, утром мы уезжаем, ну, так, ну, давай, все, будем платить, бери уже кошелек, сейчас пойду, плачу, они так, пожалуйста, пишите наши книжки. Оооо. Вау. Вот это, а мы, а мы, ты знаешь, по полной, мы шли по полной, если долго был, тогда все будем, ну, как говорится, будем использовать долго был до конца. На самом деле, я думаю, что далеко не каждому такой прием показывает. Нет, супер, супер, это было так, у меня мурашки пошли, вот видите, супер прием был. Надо еще ехать с концертами. Ну, мы уже были два раза в этом году. Это вообще-то рекорд. И в Резеке у нас было, по-моему, три концерта. Это рекорд. Мы когда-то вот, когда ехали, когда-то вот Резек, то есть хотели ехать, но не поехали, потому что, ну, простите, не было спроса. Но приедете ведь еще наверняка, правильно? Мы с удовольствием приедем. А ну, в альбом ведь надо будет тоже показать, дать послушать, правильно? Спеть. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, нет, ну, я бы взял бы с собой, но, к сожалению, нету с собой. Я же БАУ не буду давать, потому что оно в машине. А в машине слушаете сами свое? Нет, просто я хотел послушать какую-то... А я вот хитро, да? Эту сауду. Я вот почистила и оставила, и вот смотрела на него. А, кстати, да, халтуро. Чего эту сауду круто было? Я просто потому и в машине ставлю. Это на самом деле хитрый, продуманный ход. Это хитрый. Вот девушки все одинаковые, как я понимаю, да? Ну, когда еще передо мной будет рыдать Интерс Бусулес? Я же это буду внукам рассказывать. Это вы что покрасите. Так что да. Так, в машине свою же музыку... Нет, я не могу на вас смотреть. Это жалко. Ужас. Я говорю, я по сауну хочу слушать. Только я так не анализирую ничего. Себя никогда. Все, хватит. Я больше не могу на это. Пора. И только по звуку смотрю, как там это все звучит. Потом и у меня уже и все стоит. И вот на этой печальной ноте я предлагаю уйти на коробку. Перейдем на рекламу. Да. Рекламная пауза, друзья. Рекламу. Вернемся очень скоро. Рекламная пауза. Влад Гальском медицинском центре. У нас ежедневно ведет прием платный врач-терапевт, который в случае необходимости примет вас срочно, проведет обследование и окажет помощь незамедлительно. Наши услуги оплачивают все страховые компании. Более подробная информация по телефону 25 25 10 10. 25 25 10 10. Внимание! Собираем коробку храбрости. Ребятишкам от 8 месяцев до 12 лет, страдающим онкозаболеваниями, требуется много сил, чтобы выдержать уколы, пункции и химиотерапию. Мы можем им помочь. Ведь так здорово после окончания процедуры получить награду – красивую игрушку или приятный сувенир из коробки храбрости. Игрушки должны быть небольшими и абсолютно новыми. Категорически не подходят мягкие игрушки, игрушки, содержащие мелкие детали или элементы из стекла. Игрушки принимаются в офисе «Даутком» на ЕЛГВС-1Б. Телефон для справок 27 79 72 44. В торговом центре «Дитон-Намс» павильон «Пассаж» место номер 9 – рекламный отдел. В детской клинической университетской больнице в Риге на Вене и Безгатве 45. Телефон для справок 6706 49 28. Email info.bkus.lv Подробная информация также доступна на портале www.grani.lv Портал «Грани.ЛВ» объявляет конкурс «Меняем слова на золото». На русской и латышской версиях сайта будут появляться буквы. До 8 декабря соберите все 32 буквы и составьте из них два словосочетания на русском и латышском языках. Присылайте словосочетания на электронный адрес редакция.atgrani.lv И не забудьте указать имя, фамилию и телефон. Первые три участника, приславшие правильные ответы, получат ценные призы. Желаем всем успеха! Более подробную информацию о конкурсе читайте на портале www.grani.lv Мы вернулись после рекламы. Это «Своя кухня» на телеканале «Долтком». И сегодня мы готовим с Индерсом Бусулисом. Мы на полпути уже к успеху, правильно? Да, я уже все забыл. Говорят, как все мучения, все через 6 месяцев забываются. Картошка у нас тут есть, лук у нас тут пюре. А почему надо было пюре? Потому что мне самому нравится, как лук пахнет, как он по вкусу. Ну, не сейчас. Не сейчас, да? А когда он на сковородке находится, весь запах такой. А детям вот не так уж нравится. То есть это взрослые блины? Да-да-да, не вкусно. Почему вот так, прям вот пюре? Потому что, чтобы... А детям нравится по вкусу. То есть они, на самом деле, это в Махалово. Да, Махалово. Они не знают, что там вообще лук находится. Они думают, почему они такие вкусные-то? Это семейная жизнь научила, да, выхищрения? Да-да-да. Так что мне самому нравится, а я хочу, чтобы они тоже почувствовали это все. Ну, что делаем? Что делаем? Яйцом. Опс. Одно у нас туда. Одно, да. Больше не надо, что еще дорого. Мешать надо руками или вот агрегатом? Давай этим. Вот этим. Соль посыпать. Да, вот соль, перец туда еще у нас. Вот у нас соль. Симпремень, де Мария. Обычная. Сколько ее? Вот так? Горсточку больше. Значит, не, ну, соль, говорят, это белая смерть номер два. Первый сахар, считайте. Ну, повара будут оппонировать, наверное. Но соль потом мы сделаем вот в этом мерце это будет. Соусочек. Соусочек, только сметана и соль. Отлично. Будем мы руками так, по-простому, так, как и надо. И потом можно же рукой помыть, знаешь? Конечно, конечно. Ну что, у нас получилась такая красота. Красота неземная. Скворотку включаем? Включаем. Я вот это не специалист. А мы ее вот сюда. Я умею вот электрические эти. Угу. По газу я пока не специалист. Так. И вот у нас будет маслечко туда. Ага. А ты же вообще тромбонист, правильно? Я, да, я же долго-долго учился. Музыкальная школа, и тромбон, и все. Но я нигде не нашла, когда у вас произошел тот момент, когда из тромбониста вы превратились в вокалиста. Когда это произошло, что вот так спел и понял, что отлично пою? Это кто сказал? Имя, фамилию, отчество, пожалуйста. Ну, а на тромбоне-то концертов не даете сольных? То есть все-таки голосом. Но когда родился, когда маленький Интерс понял, что он поет? Ну, я был довольно такой немаленький. Я был в таком осознательном возрасте уже, когда я уже закончил музыкальный колледж. Да? Ну, во время колледжа мы с ребятами там создавали такую группу. «Зауберфлотте» называлось. И что, настоящий вокалист заболел? Или как это произошло? Нет, нет, просто мы начали как-то петь. Ну, мы же духовики. Все духовики умеют дышать хорошо диафагмой, как и... Правильно дышать. Правильно дышать, да. Там же для пения нужно тоже не просто петь, там же надо хорошо дыхание держать, чтобы он там вышел быстрее, медленнее. И все, ну, в принципе, можно сказать, что все духовики, ну, поющие. То есть это была судьба практически? Это нормально, да. Неизбежно. Нет, ну почему неизбежно? Это можно... Не случилось бы, если бы у меня не родился сын. Колыбельные пошли? Нет, потому что... Потому что... Ну, там было такое... Ну, очень такой эмоциональный момент уже. Уже второе в этом вечере. Я просто... Что мы третий раз рыдать будем или двумя разы ограничимся? Смотрите, прошло уже полгода. Много лет уже прошло. Еще переживаю. Не, ну, там было так, что у меня родился сын. И в то же время, в то же время у меня выбросили из одной работы. Закончился вот такой бой-бенд кафе. Было такое. Ну, девушки, у которых только 37. Да, только, только. Не переживайте, если вы думаете, что это много. Ну, это много, но все равно не так уж. Мне не столько, поэтому я вообще не паюсь. Ну, надо думать уже. Ага. Так петь-то начали, почему? А, потому что мне две эти... Выбросили из оркестра. Закончился этот ансамбль. Все. И год я думал, что делать? Не знаю, что там... Алкоголь не понравился? Не употреблял. Хотелось вот с каким-то нормальным делом заниматься. Думал, ну, давай. Не таким веселым, но нормальным, да, зато? Да. Нет, ну, я год вообще ничего не делал. А, кстати, вообще, помимо музыки, работали когда-нибудь на работе какой-то другой? Да, да, да. А что? Я вот против... Ну, я работал, у меня первая работа. Я только что, вот, ну, типа, машину, машину там складывал. Да. Все вещи. Ну, оказалось, с 2005 года я ничего там не делал в машине. Это не картовая вещь. Не привозил. Просто как она в том же году, когда ее заполучил, тогда и вот вещи, которые я там положил, они там и остались. Да. И там я нашел трудовую книжку. О-о-о. Да. И там трудовые книжки. У меня первая работа, в которой я проработал, ну, примерно пять лет. У меня вот дворник. Серьезно? Да. У меня дворник Таусу Пермовицкую. Она сейчас Таус-Димназия называется, но тогда была Таус Пермовицкую. Пять лет? Да, 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 да. Да, ну, как-то вот, не, ну, конечно, мама тоже работала чуть-чуть, тоже потом, не чуть-чуть, а вот, ну, она, ну, я уже в другой работе был, но я дал ей возможность тоже поработать. Да такая история, это напоминает немножко, когда вот рассказывают про актеров голливудских, что он сначала там был грузчиком, потом барменом, а потом стал звездой. У вас практически так же дворник, а потом сразу хопш и на сцену. Ну, вы знаете, вот... Ну, я понимаю, что не все так просто, но красивая история, когда мемуары писать, надо писать вот так. Не, это, не, это, это мне не нравится, это же на природе все, на природе. Свежий воздух. Свежий воздух, мне нравится, и папа еще, и еще, и он, он не должен это делать, но он еще дворником работает, так что ему это очень-очень нравится. Здорово. Он вставает там по утру, с утра пора же, отдыхает воздух там, чуть-чуть, он и сам говорит, я чуть-чуть пошел там, могу идти, могу не идти. Красота. Лето там, знаешь, ну зимой, наверное, надо будет, наверное, или брату, или мне помогать ему, да? У вас родители в Талсе до сих пор живут, правильно? Да, 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 да. Я предлагаю еще одну. Вы знаете, давайте еще, еще сделаем, но мы же не одни тут. А где трюк? Где? Ну вот это. А, ого, сейчас что я сделаю, что я сделаю. Это маленькая кому? Собачка у вас есть? Нет, у меня котик, но он кровожадный, поэтому он съест. Он съест? Ну, я думаю, что я опережу котика. Я потихонечку так, ну как, ведь, блин, надо как жарить? Ты жаришь, а кто-то их подъедает потихоньку, можно я буду дать? Ну это, не, ну, давай, знаешь что? То есть, знаете, Мария, господи, я на ты. Я на ты, ничего страшного. Сейчас, сейчас, я надеюсь, там... Ох, я начинаю жалеть. Ура! Опа! Так, все, не будем повторять. Давайте еще раз, еще раз. Ну? Чтобы он... Ну, это было круто. Отлично. Ну, он... Он... Первый раз он так, вот так, как надо. Я, конечно, я люблю подгарыши. Вы любите подгарыши? Ой, да, Катя. Я вот еще что хотела спросить. Я тут почитала в одном из каких-то последних интервью, и вот меня это даже немного смутило. Было по поводу фразы насчет того, что вас легче расстроить, чем рассмешить. Это так, что вы такой... Ну, в принципе, да. Серьезно? Можно так сказать, да. Вообще, это... Я расстраиваюсь вообще по мелочам. Я бы никогда не подумала. Да? Мне кажется, кто может быть еще жизнерадостней? Интерса? Ну, кто? Я по мелочам. Я же по пустякам. По кирбленок, да? Ой. Ну, всякие там... Ну, не знаю, но... Какие-то... Не могу что-то найти. По своей тупости не могу все как... Где-то оставляю, где-то какие-то вещи. Я, например, с Краснодара, когда приехал, мне там остались две рубашки, да. Гей для волос. Очень хороший гей. Очень хорошие рубашки. Оставил пуговицы эти, да? Ну... Запорки. Запорки, да. Оставил очень хорошие. То есть интерс растеряши? Интерс... Лох, я бы хотел сказать. Не растеряшка, а лох. Вот это... Ну, нет, ну, нет. Ну, почему, Мария? Ну, это правда, да? Ну, это же творческий человек. Мне кажется, творческие люди вообще можно все списывать, нет? Ну, как можно вот так вот? Вот прям вот... Вот видите, вот сейчас стою. У меня вы все... Ну, в рубашке все хорошо. Все, все... Видите по глазам? Сразу видно, да? Сам от себя я... Ну, хорошо, но если... Пойду с ума. Я была на нескольких концертах, и особенно на последнем он был такой... Ну, скажем, это был небольшой концертный зал, а вот это был клуб, и, ну, я такой энергии вообще не помню, чтобы я от кого-то видела. Ну, это был взрыв такой. Это была елка? И мне всегда... Нет, мне всегда было интересно. Но ведь у тебя бывает плохое настроение, например, ну, вот в этот день? Ну, надо посмотреть на коллег, потому что они все... А если они тоже все такие? Никакие, так не бывает. Мы друг друга заряжаем. Своим вот таким чем-то. И все выходят, и вот... Это ведь трудно. Соответственно. Ну, вот нет настроя, хоть ты тресни прям, а надо... Должно, должно быть. Нужно найти. Нужно найти настрою. Нет-то вариантов. Не может быть. Нужно найти, нельзя идти вот таким. Сейчас, да, сыграю, да-да-да. Ну, а вы только аплодируете. Сейчас сыграю. Ну, так нельзя, ну, вы что? Надо, ну, настроиться на... Как в бой, знаешь. Ух, прям, да? Прям так, прям так. Да-да-да-да-да. Ну, там, ну, бывает разные публики. Именно те люди, которые в заказнике. Там же нельзя... Ну, там они, ну, как... Они приехали на такси. Угу. Да? Уже шеф уже за них заплатил. Они пришли, и все. Ах. Дай. Дай наслаждаться вот вечером. И тогда вот очень, очень так, ну, трудно понять, что, что будет, как. Угу. Ну, потом, конечно, все заканчивается... Что же там случилось? Что-то, мы горим там или что? Да нет, что-то так медленно, медленно стало. А я огонь сделала поменьше, и все. Ну, Мария, ну вы что? А где сметана-то? О, ну, у нас тут сейчас прям шедевр. Романтические. Да, с цветочком. И вот, и вот, вот так вот. А на концерте там, 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 другая ответственность, знаете. Там человек сел в машину, может быть, тоже на такси приехал. Он заплатил за билет. Угу. Он знает точно, куда он ходит. Он знает, зачем и к кому. Да, он будет, он заказал уже свое место. Он пришел. Он очень доволен вообще жизнью. И хочет еще какую-то, ну, капельку какого-то искусства. Капельку радости. Капельку чувства праздника. Да, да. Он хочет это, это в этом в одном вечере, в этом концерте, да. Так что это тоже... Больше нравятся вот такие именно концерты или, скажем, вот эти корпоративы, где узкие... Без разницы. Потому что это совсем разные, разные мероприятия, которые, вот, концерт дает один кайф, а тот концерт дает совсем другой кайф. Выводится. Да, совсем ты можешь, ты можешь и сам, там, концерт это, если концерт, да, как концерт, это, ну, там сконцентрироваться надо, ну, полностью. Полностью сконцентрироваться на это все. В принципе, ты делаешь праздник. Да. Да. А на этой тусовке ты тоже делаешь праздник, но тебе и дано самому чуть-чуть отдыхать, потому что очень много творческих моментов, очень много ты оставляешь импровизаций, и сам можешь, там, психануть, там, и сам можешь тоже отдыхать, потому что, ну, люди тоже пришли, там, не только слушать. Ну, уже готовы, да, к этому. Уже готовы отдыхать по полной. Что-то вот, как-то вот, какой-то... Ах! Мы сами хотим в этом вечере что-то нового опять, потому что это, ну, так красиво импровизировать и наслаждаться жизнью не только, ну, если как, как и зрителю, но и как, как вот на сцене сходящимся человеку. Конечно. Наслаждаться вот... Ну, вот у нас еще чуть-чуть осталось, вам надо потом... Мы и дожарим. Ну, я предлагаю вот сконцентрироваться на вот этом, на красоте. Ну что, как правильно есть блины? Повара смотрят, наверное, эту передачу, думают, что же это? Ну, мы же деревенщины-то. Девушка, я сдал вот тут. Но мы же не повара. Я истался. А, ну так мы деревенщины, нам можно. Ну что? Значит... Вот так вот. Пока мешаем. Напоминать особенный рецепт тут нет смысла. Тут было сколько, три ингредиента? Это был рецепт какой-то. Картошка, лук, яйцо. Картошка, лук, яйцо. Смешать и пожарить. Очень, очень. Так, ну что, руками? Да. Да? Давай, Мария. Симпермента Мария. Ну почему? Ну потому что слишком большой. Девушки. Вы одно, мы тоже все время. Вообще. Ну? Вообще. Ты должна, правда? Вообще. Супер. И очень горд. Если бы я узнала, что это единственное, что вы умеете готовить, то это отличный выбор. Я тоже пробовал кое-какие вещи. Это даже вот может быть коронное свое. Ну это вообще коронное. Это знают все. Это супер. Сейчас у зрителей, у телезрителей слюнка потекет. Нельзя так с людьми. Ну нельзя. Ну классно. Друзья, это чудесно. И мы это готовили полчаса. Я думаю, что это можно за 10 минут. Мы тут болтали полчаса. Да, просто хохоча. Это можно в течение 10 минут, я не знаю, справиться ребенок. Супер. Отлично. Интересно, спасибо огромное. Я с пустыми руками никого не отпускаю с этой кухни. Ни податочек никаких не надо. Нет, ну как же, как же без этого. Во-первых, я хочу оставить вам передничек на всякий случай. Вы на кухне первый раз. А может захотите еще раз прийти, поготовим что-нибудь. Готовьте на какие-то эти граники. Я понимаю, что кулинар-любитель, возможно, вы очень любитель с большой булковой. Нет, я любитель. А вдруг пригодится. Это приправы. Они сделаны в Латвии, без всяких вредных добавок примесей. И тут еще есть, я знаю, набор для глинтвейна. Тут у нас зима близится. А, глинтвейн, глюхвайн. Да, так что, а вдруг пригодится. Спасибо вам огромное. Не вдруг, а пригодится. Интерс, спасибо, было здорово. Спасибо. Надеюсь, придете еще разок. Пойдем. Спасибо нашим телезрителям, что смотрели нас. Увы, наше время на сегодня вышло. Увидимся с вами уже через неделю. Меня зовут Мария Андреева, и это «Своя кухня» на телеканале «Долтком». Редактор субтитров А.Семкин